Здравствуйте! Давайте сложим две простые дроби. 4 11 плюс 9 13. Для того чтобы сложить эти дроби, нам нужно привести их к общему знаменателю. А для этого нужно найти наименьшее общее кратное 11 и 13. Мы видим, что 11 и 13 не имеют никаких общей делителей, они взаимно просты. Значит, наименьшим общим кратным этих чисел будет их произведение. Умножим 13 на 11. 13 умножить на 1 – это 13. 13 умножить на 1 – это 13. Или мы можем сказать, что 13 умножить на 10 – это 130. Складываем и получаем 143. Это будет наш общий знаменатель. Запишу это так. Что-то, деленное на 143 плюс что-то, деленное на 143. Для того чтобы от дроби 4 11 перейти к дроби со знаменателем 143, мы умножили знаменатель на 13. Теперь нам нужно умножить и числитель на 13, чтобы не изменить значение дроби. 4 умножить на 13 – это 52. Можете выполнить умножение в столбике, если хотите. 4 умножить на 13 – это 52. А для того чтобы от дроби 9 тринадцатых перейти к дроби со знаменателем 143, мы умножили знаменатель на 11. Умножим и числитель на 11, чтобы не изменить значение дроби. 9 умножить на 11 – это 99. И мы готовы сложить наши дроби. 143 – это общий знаменатель. В числителе запишем сумму 52 и 99. 52 плюс 100 – это 152. А у нас сумма на 1 меньше. В числителе записываем 151. Мы не можем сократить дробь 151, 143, потому что 151 – простое число. Но мы можем записать эту неправильную дробь в виде смешанного числа. Разделим 151 на 143. 143 в 151 содержится один раз. 1 умножить на 143 – это 143. Почитаем. 1 меньше 3. Занимаем у пятерки 1. Здесь получаем 11, здесь 4. 11-3 – это 8. В остатке мы получили 8. Дробь 151, 143 – это то же самое, что и 1,8143. И мы видим, что 8143 мы сократить не можем. Мы справились с заданием. Наш ответ – 1,8143. На этом все. До скорых встреч!